Это дачное общество с момента открытия новых инвестпроектов обрело новую жизнь. Когда-то на заброшенных участках обанкротившейся яицкой нефтебазы была огромная свалка бытового и строительного мусора. Тут же было болото, а в речной воде купался домашний скот. И несложно представить, какой картина предстала инвесторам. Но не испугавшись местных реалий, они засучили рукава, оборудовали и рыбное хозяйство, и места отдыха для детей и взрослых. У меня здесь находится дача, я с детьми прихожу в этот парк. Неоднократно мои дети приходили в этот парк, им очень нравится, и мне очень нравится. Поблагодарили, конечно, инвестора, что он нашел такую возможность вложить средства именно в развитии нашего города. Грандиозный проект, сделанный для людей, для граждан, созданы рабочие места. Хотелось бы, чтобы в нашем городе больше было таких парков. Я думаю, что надо поддерживать таких инвесторов. Я проживаю рядом с социальным парком. Благодаря этому парку у нас там все стало красиво. Появились красивые прожектора, освещение ночью. Раньше там были заросли, сейчас там все ухожено, зелень. Раньше, к примеру, не было пляжа. Сейчас у нас хороший пляж, благодаря этому парку. Каждый сантиметр участка облагорожен и является собой ухоженное место. Буйная зелень и обустроенная зона. Те, кто жил тут раньше, не узнали бы обновленный район. Не то что дети, тут и взрослые приходишь, тоже в таком восторге они здесь и отдыхают. Мне понравилось, какие изменения. Проложили дорогу, провели освещение. Все ярко, все светло. Хотя бы не страшно даже ходить, порой вечером выходить. Мы отдыхали в самом парке. Мне очень понравилось, как там все обустроили. Мы в прошлом году были. В этом году все сильно изменилось. Безопасность. Очень строго следят за безопасностью детей, взрослых. И горка чудесная там. И на трамвайчике на речном окатались. Много там всего. Люди, о которых идет речь, трое жителей, они незаконно прирезали себе земли и выход к реке, освобождать которые не собирались. И данные лица были прекрасно осведомлены о незаконности своих действий, поскольку достоверно знали площади своих земельных участков и, несмотря на это, самовольно оградили государственную землю своими заборами. Таким образом, действия указанных лиц можно расценивать как самоуправство. Давайте будем заниматься делом, а не пустословием о том, что здесь плохо, о том, что кто-то кому-то мешает. То, что здесь столько людей постоянно, это говорит о том, что этот парк востребован, и что он работает, и что он живет. Не нужно мешать бизнесу. Нужно еще два, три, четыре парка в городе построить таких. Я не пойму, почему вокруг него идет столько нареканий. Но в то же время нареканий всегда меньше тех отзывов, которые здесь родители, бабушки и дедушки этих детей, внуков, которые пишут о положительном результате. У нас есть чем заниматься. Давайте мы будем привлекать инвесторов, чтобы такие парки еще у нас были по городу. Вот этим надо заниматься, а не отбивать руки инвесторам. Если трезво и реально посмотреть на ситуацию, то получается хитрая схема, прокручиваемая узким кругом лиц, имеющих свои виды на земельные участки, и нежелание видеть большие инвестпроекты у себя под боком. Самозахват и самоуправство – вот два определения данным лицам. И пока они негодуют и разносят фейки по всем социальным сетям, население с удовольствием пользуется созданными предпринимателем Мергалиевым благами. Особенно радуются детвора, которая получила возможность кататься на горках и купаться в реке. Появился новый туристический объект. Играюсь, купаюсь, лазил, пена, где есть. Мы тут часто бываем, постоянно купаемся, тут очень много развлечений, занятий. Можно проводить время как с семьей, так и с друзьями, никогда не бывает скучно. И много всего можно нового испытать, новые эмоции. Приезжают сюда на отдых и из соседних городов, и из приграничных российских регионов. Продолжение следует...